Привет, друзья и гости моего канала. Мукбанк у меня сегодня плов. Куриный с курицей в сгрудке. И вода. Водичка, как всегда. На всякий случай. Хлебнуть. У нас сейчас, не знаю, 11, наверное. Очень вкусный. Ресинка-кресинки рассыпается. Видите, да? Видите, да? Всё рассыпается. Ресинка-кресиночки видно. Отключили свет. А я в группу нашу не захожу в одноклассники. Там всё время объявления пишут. Там то газа не будет, то свет отключат. И что-то я туда не захожу, лаврушечка. Я маленькие такие кусочки сую вот так вот. Немножечко. Я не люблю много лаврового листала. Потом воняет. Вот это вот аж горечь отдаёт. Не люблю. Чуть-чуть вот так вот. Но сую кусочечки маленькие. Так, для слегка аромата. Я сейчас с мотыгой в огороде была. Вот такая мозоляка. Мозоляка, видно, да? Набила. Которую без перчаток. Надо было перчатки одеть. Начала бить я этот чеснок, друзья. Своими силами. Левую сторону. Пробью левую сторону. Вот так. Начала бить сама. Траву эту. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Петя мой со мной, как всегда. Наложила я ему плов. А там в кухне. Он не стал есть. Кусочек мяса я не положила. Просто рис, друзья. Но он рис. Обалденно вкусный. Очень вкусный рис. Очень аппетитный рис. Ну, упал рис и телефон туда же. Ёхарный бабай. Ведь я его не трогал телефон. Рисинку сделай телефон. Вот так. Сама мама рис ешь. Очень вкусный рис. Жирненький такой. Морковочка, лучочек. Не царское дело. А ну иди отсюда. Мама, ну чё ты меня, мама? Вот я его обожаю. Это просто, я не знаю, не моя лапочка. И тут такой душечка, такой ребёнок. Это я не знаю. Это вот не от мира всего вот этот котёнок. Помните, да? Когда барсик-то мой пропал. Как я ревела по нём. Это вот кошенёночка оставила. Да, котик. Да это чудо. Это я не знаю. Тоже назвала его барсиком. Я его боготворю вообще, котёночка этого. Котёночка ему уже год. Не год, наверное, в июле. Ой, в августе, наверное, будет. Или в сентябре ему год. Ну, взрослый он уже кот. Но он маленький. Мам, ну чё ты, мам, а? Я жду. У тебя там полная чашка вот этого риса. Риса наложенного. Вот чудо моё, а? Вот как он узнал, что я ему кусочек мяса взяла. Ты посмотри, он сразу прыг вот так и стоит. Вот откуда он знал, что я ему кусочек мяса взяла? Тут же подпрыгнул. Он ничего не видит. Пяльешь на себя. Вот сюда, Таня, глазочки сюда. На. Это же казнь, а? Вот выпросит. Один мне пишет. Я уже говорила. Ролика два, наверное, назад. Чё ты, мол, приучаешь кошек к столу? Отлупи его. Мерзавца, мол. Вы представляете, с какой садисткой вот наклонностью вот он говорит? Отлупи, мол, его. За что я его должна лупить? Ну, это вообще, а? Вы представляете, какая злость, какая вот, я не знаю, мерзость в голове у человека, а? Значит, он по жизни такой. Ему запросто, как два пальца, как говорится, скорбить. Там, я не знаю, замахнуться. Ему как два пальца вот этому человеку, понимаете? Какой внутри человек. Вот сразу по полёту птицу видно, что это за человек. И я сразу определяю человека. Ему ничего не стоит оскорбить, мне кажется, ударить такому человеку. Соня прочитала в Яндексе в Яндексе вот эта лента новости, новости, новости пишут, что не в новостях, а тут же, тут же в Яндексе только тоже такие видео выходят, и там, значит, предупреждение. еще один маленький кусочек лаврушки. И там, не знаю, может быть, это фейковое какое видео, на территории Украины, Крым, вот это, Севастополь ожидается. Страшное там, что-то страшное ожидается. Там Ливень, Град, в общем, какой-то набегается типа как смерч, и будет всё это идти 10 дней. Ну, вы знаете, и пишут там, Крым, Ставрополье, вот это вот. Будет 10 дней идти, и очень сильный дождь. Каждый день будет, не переставая лить дождь. Ну, это, конечно, страшно. Это правда, это неправда. Не знаю. И сегодня я вычитал там же в Яндексе, Алянь, надо было я записала. Барсик, не борзей, я тебе кусок хороший дала рыбке. Ой, рыбке, господи, я тебе рыбку вспомнила. Кусочек грудки. Не борзей, там у тебя целая чашка риса наложена. Жирненький, вкусный рис. Иди ешь. Так, ну-ка, иди отсюда. Огурцы выписала, написала в тетрадку, чем подкармливать. Ну, короче, по мёдам. Коровяк или по мёд. А. И либо друзья, забыла. Забыла. Не дотянусь. Ладно, друзья, сейчас я в шортах коротеньких, очень коротеньких шортах в горошек. Ладно, друзья, другой раз. Как это, знаете, есть такая, ну, детская такая, как бы, она стих, не стих детский. Раньше мы ещё говорили, но не детворой, она, наверное, лет 30 назад. У меня тедусы в гадоску. Кадасы? Кадасы. Не буду говорить дальше, а то Ютуб меня заблокирует. Барсик. Неужели по всей территории России вот этот вот шквал вот этого дождя будет? очень вкусный рис, плов. Очень вкусный рис, плов. мясо прям от курочки. И вот, и вот, и вот. Мясо курицы, грудка вкусняно. Кто-нибудь скажет, глянь, сколько мяса не даст. Ну, ладно, ещё кусочек дам, и на этом всё. Отчали от меня. Он сегодня всю ночь спал на пороге, на улице. Всё время спал со мной. Всё время спит со мной. О, грудка вкусная. Короче, как я плов готовлю. Масло наливаю в сковородку. Хорошо разогреваю её до накала прям. Туда мясо кидаю. Обжариваю хорошенечко мясо до румяной корочки. Потом туда зиру бросаю. Перец чёрный. Лук, морковка. Вот это обжариваю. Обжарила. Промываю рис. Промыла рис. Заливаю воду. Залила. Ну, конечно бы, самое... Мелесуна или у меня ещё нет. Вот. Ну, специи всевозможные, какие есть. Но я ещё добавляю соль адыгейскую. Вот. Воды наливаю. и рис. У меня одноразовый стаканчик пластиковый. Большой. Ну, не пол-литровый, а вот есть такой, я не знаю, сколько там, 200 грамм или 150 в нём грамм. И вот полтора стакана вот этих вот. У меня полная сковородка. И всё, значит, засыпаю. Заливаю воды на глаз, ничего не меряю, на глаз. Засыпала рисом. И всё это на медленном огне. Он у меня кипит, кипит, кипит. Вода немножечко начинает испаряться. Попробую рис. До полуготовности я сюда дошёл, но ещё совсем, не совсем живой. ещё чуть-чуть крепковатый. Немножечко ещё водички добавляю. Чуть-чуть водички ещё добавлю. Ещё накрою крышкой. Ой, не накрою крышкой, ещё кипит. Потом, значит, помешаю, попробую. Ага. Почти готов. Ну, почти уже готов. Всё, почти готов. Вот. И всё. Выключаю. Закрываю плотно крышкой. И у меня минут 20-25 стоит. И открываешь, и он и ресинка, и ресинки весь распаривается. А узбекские, ну, это не узбекские. Ну, собственно говоря, узбекские так же точно. Но узбекские не так немножко готовятся. Сколько там налыкало? 14 минут. А узбекские готовятся барсик. Не нагрей, дружок. Два куска сволотил. А узбекские готовятся в казан. Ну, это толстостенные, чугунные можно. Это самое масло побольше наливается. мясо туда кидается. Там баранина, говядина, что узбеки, мусульмане. И вот они кидают туда мясо, тоже так же кусками нарезанное. Обжаривают хорошо до румяной корочки. Туда, значит, они бросают это самое морковку, лук. Друзья, они кидают морковку и лук много. Луку вообще много. И морковки. Прям слой лука много. И морковки. И доливается масло. Мясо, лук, морковка, чтобы всё это было покрыто маслом. Либо жир там, курдючный, или что там у них. Или у вас. Чтобы, ещё раз повторюсь, мясо, лук, что ещё там, морковка, чтобы всё это было покрыто жиром, либо маслом. И всё это кипело. Жарилось вот в этом масле, в жиру. Всё до готовности, до прозрачности. Дошёл лук. Заливают водой. Аккуратно, чтобы всё это злоями делается. Внизу мясо обжарилось. Разровняли. Лук сверху. Подожди, лук или морковка? Лук. Лук сверху. Можно полукольцами, кольцами. Прям много укладывается. Морковка сверху, лука. И всё это не мешается. И всё это же должно быть покрыто жиром, либо маслом. В казанке в этом вок или цыганок хотел сказать. Поняли, да? И всё это тушится, жарится в этом масле. Потом, значит, воду наливается. Аккуратно, чтобы всё это не размыть. Аккуратно заливается водичка. Значит, потом промытый рис. Насыпается промытый рис. Промытый рис должен быть от воды 2 сантиметра. Два пальца. У меня один ноготь есть, другого нет. Короче, всё бы обломалось. Короче, 2 сантиметра на 2 пальца. Ну, может, чуть меньше пальца. Может быть, у меня не сантиметр, может, чуть шире. В общем, на 2 сантиметра от риса должна быть вода. Нет, друзья, сначала рис наливает. Насыпается рис. Вот. Рис сначала сыпется. Рис. Ну, сколько там у вас семья. Если семья там из 3-4 человек, наверное, 2 стакана. Распределяется рис поверх вот этого жареного. И наливается вода. Вода наливается, чтобы было на поверхности. Вода оставалась на 2 сантиметра. И всё. На средний огонёчек. Так, нет. Пожарилось всё это. Насыпается спето. Лук, когда морковка, мясо жарится. Друзья, я забыла. Вот эта специя. Сыпется специя. Для плова продаётся. И вот туда всё это насыпается. В мясо, в перец. Ой, в мясо, в лук, морковку. Вот это вот для... Ой, как я долго, друзья, рассказчик, а. Если бы я подготовилась, я бы сразу бы рассказала. Но это дело я готовила давно. Когда семья была... В общем, слоями всё это жарится, да. И туда, в последнюю очередь, когда пожарится, уже потушится всё. Лук, морковка. Насыпается пачка. Вот это вот для плова в магазине продаётся. Высыпается. Вот так распределяется. Немножечко тоже должна на минуточку хотя бы покипеть. Вот это вот. Чтобы аромат раскрылся. Все эти там... Перчинки вкусовые. Насыпается рис. Потом, значит, вода два сантиметра должна... И всё. Ой, 150 раз, друзья. Ну, короче говоря. Вот пища какая раскачивается. Никак. В общем, два сантиметра должно остаться. И пусть на среднем огне всё это кипит, кипит, кипит. Потихонечку, потихонечку кипит. Вода выкипит. Когда вода испарится... Не сказать, чтобы она сильно испарилась. Ну, вот когда бульбушки идут, водичка так булькнула немножечко, чтобы чуть-чуть вот так, чтобы брызгала оттуда водичка, чтобы была водичка. Всё. Считай, рис забрал воду. Вот тогда закрываете на 25 минут. Босс мой, как я... Вот я ничего, я не умею рассказывать. Это вообще... Я так на себя злюсь, а. В общем, всё это впитал рис. Закрываете крышки на 25 минут. Медленно-медленно-медленно огонёчек делаете. Чуть ли не на нет. И 20 минут пусть всё это стоит. И всё, выключаете. Рис готов. Берётся блюдо большое. Накрывается. Вот. И вот этот казанок на это блюдо переворачивается. Большое, если блюдо. Но это делается, если для гостей. Большое блюдо, если гости у вас. Переворачивается вот это на блюдо. И всё. И она... Немножечко так постучали по дну слегка. И всё. И вытаскиваете этот казанок. И она будет слоями. Рис. Морковка. Лук. И сверху будет мясо наложено. И всё. И приятного аппетита. Ой, разродилась. Сколько я говорила всё это? Пять минут. Боже мой. Ещё один кусочек. Этот рецепт узбекский я знал ещё, наверное, лет 25 тому назад. Ещё молодая была. А ну, иди отсюда. Не самой мало. Дам я ему вот эту шкурку. Куриная шкурка жареная. На. Телефон не падай. Ой, друзья, как мне стрим не понравился. Сидела на этом стуле. Да высоко. Это что-то. Ну, что вот так вот не сесть. Вот так. И так вот не разговаривать, а? Нет. Залезла наверхолаз на этот стул. На этот стул. Как камера, друзья, искажает. Это вообще. На стриме. Очень искажает камера. Другой раз вот так сяду. Буду сидеть другой раз вот так. На низеньком. Как я вкусно покушала. Очень вкусно. Там полная сковорода. Вот такая сковородка. Уголочки отложила. Чуть-чуть там его на целый день хватит есть. Короче, вот так. Всем спасибо, кто уделил мне внимание. Посмотрел. Поставьте лайки, друзья. Не забывайте про лайки. Комментарии пишите. Что-то хотела сказать, забыла. Ну, Богородица с мотыгой пролазила. А солнце прержет. Я сегодня хорошо спала. Но я вчера легла, друзья, поздно. Не знаю почему. Ну, потому что, знаете, друзья, темнеет-то поздно. Глянешь светло, глянешь светло. А на улице поэтому и бодрствуешь. Время, наверное, полдевятого, а на улице светло. И ты не спишь. На улице тем более я в огороде. Обмылась, помылась, зашла, перекусила вечером. Села.